Мотоспорт В этом году исполняется 75 лет с момента проведения первого мотокросса в Ирбите. Это было в 1944 году. Еще не закончилась Великая Отечественная война. А на Ирбитской трассе на старт уже вышли первые будущие чемпионы. Гордость города Ирбита и всего Советского Союза. Согласитесь, каждый из нас хотел в свое время быть как минимум Придейным, Булановым, Щербининым. Мы всегда об этом мечтали. И вот сегодняшний форум мы посвящаем и, пользуясь случаем, пользуясь проведением этого форума, хотим заявить о том, что мы планируем достаточно амбициозные планы ставим, планируем проведение уже через два года одного из этапов чемпионата мира по мотокроссу с колясками. Гордость советского и российского мотоспорта Александр Буланов, Василий Придеин, Раис Ситларов, Виктор Большедворов и многие другие знаменитые мотоспортсмены Ирбита поднялись на сцену. Их имена звучали на весь Советский Союз, их знали на зарубежных трассах. Сегодня они – живая легенда мотоспорта. Многие из них в год 75-летия со дня проведения первого мотокросса в Ирбите отмечают свой личный юбилей. Петр Захарович Жуматиев, 80 лет! Такой был гонщик. И потом, постепенно сам устроился на работу и пошел в мотосекцию. Спира гоняли по заводу, в заводе внутри. Потом стали выезжать. И так втянулся. Я отдал спорту, сколько я отдал? 57 лет. В 17 сам отгонялся. Потом механиком проездил 10 лет, ведущим гонщиков. Это Щербинина там, всякие. Вот. А потом судьей был. Остатки года. Судья на старте финиша. На форуме представили и лучших мотоспортсменов нашего времени. У них все впереди. И большие гонки, и радость от первых великих побед на международных соревнованиях. Кстати, такая возможность у них будет уже совсем скоро. Один из этапов чемпионата мира планируется провести в 2021 году на нашей трассе. И эти ребята смогут показать на гонке лучший результат. Тем более, что город заручился поддержкой правительства области и регионального центра технических видов спорта, руководит которым Сергей Щербинин. Тоже легенда ирбитского мотоспорта. Мы же жили при мотоциклетном заводе, как при коммунизме. Мотоциклы, поездки, командировки – все абсолютно. И мы хотим, чтобы город Ирбит вернулся в столицу мотоспорта. Сегодня я же сказал, чемпион России, обладатель Кубка России в прошлого года, Каминску Родину. Ну, это наша команда. Мы уже хотим для того, чтобы тут ирбитский билет. Вытянуть совместную команду Каминску Родину и Ирбит. Мы не отступим и три в ближайшие года, 19-21-й, посвятим возрождению мотоспорта в городе Ирбит. Сегодня правительство области на развитие мотоспорта в Ирбите выделило грант – 500 тысяч рублей. Эти средства уже в этом году пойдут на подготовку трассы, чтобы приблизить ее к международным стандартам. Очень надеюсь, что проведение этого мероприятия на другом уровне позволит реализовать мечту и позволит вновь на территории Свердловской области провести чемпионат мира. Это очень важно, потому что это привлечение гостей в наш регион, это возможность продемонстрировать наш потенциал, наше достоинство, наш край. Одним из ключевых моментов мотофорума стало подписание соглашения между городом Ирбитом и Центром технических видов спорта. Подписывается соглашение о партнерском сотрудничестве муниципального образования города Ирбит и государственного автономного учреждения Центра технических видов спорта Свердловской области по подготовке и проведению этапа чемпионата мира 2021 года по мотокроссу на мотоциклах с коляской. После завершения официальной части ирбичане смогли лично пообщаться с лучшими мотоспортсменами Свердловской области и взять у них автографы. Сегодня автографы взял у чемпиона России Игоря Павлухина, у Александра Попышева и у Александра Зырянова. Это вообще мой как любимый боец в мотоспорте. Мне нравится его техника, вождение, характер. Я желаю ему еще раз стать чемпионом. Мотоциклетная столица России возвращает былую славу. И судя по амбициозным планам руководства города, слава эта будет приумножена. А мотокросс Вербите выйдет на новый уровень. Я по трассе, я по трассе прокачусь. Просто так, но вроде нет уже больше денег. Перед финишной чертой остановлюсь. Анастасия Махнашина, Евгений Пресежнюк, Дмитрий Тететский, НТС «Ирбит».